Доброе утро, дорогие коллеги! Приветствую вас на интерстриме трейдеров Utrade TV. Меня зовут Игорь Суздальцев, и мы начинаем программу «Торговый план». За сегодняшний день, сегодня уже 23 января 2019 года, среда. Ожидаем сегодня активный рыночный день, так и все среды, скажем так, нормальное рыночное время года. Давайте посмотрим, что нам говорит технический анализ, затем фундаментальный, и определимся, что может быть интересным сегодня. Технический анализ, друзья. Биткоин вчера немного подрос. Вполне может быть некоторое движение наверх и сегодня, но, на мой взгляд, рынка нет, поскольку спрейды на крипте достаточно высокие, а такого движения большого, на котором можно было бы заработать, я не вижу. Та же история с эфириумом. Вчера наверх и сегодня пытается. Риппл вчера немножко показал плюс, сегодня совсем немножко минус, но также вниз никто ничего не пробил. Продолжения Big Short пока нет. На какой-то резкий рост мы вообще не рассчитываем. Ждем Big Short по сути, по крипте. Его пока нет. Американский сорт нефти, друзья. Монета опять была права на этой неделе. Смотрите, в понедельник показала бай, вчера селс состоялся достаточно глубокий, но сильная поддержка 52-62 по WTI мартовский контракт, который мы торгуем, устоял. Сейчас даже пошли немного наверх. Да, вполне, вполне. Даже здесь можно сузить, мне кажется, более близкую цель поставить. С текущих 53-15 до отметки 54-24. Это доллар 10 наверх. Вполне сегодня можно, на мой взгляд, постоять. Индекс доллара, коллеги. Индекс доллара вчера впервые закрылся в минус. Это тоже знак, призыв к осторожности с нашей стороны, без сомнения. Но впервые за пять последних торговых сессий. У него бывают короткие остановочки, такая была не так давно. Но, на мой взгляд, он смотрит наверх. Да, пока его притормозили. Два дня, посмотрите, вверх-вниз, вверх-вниз, но прорыв состоится. И, на мой взгляд, это прорыв наверх. Никаких факторов, говорящих о возможном снижении индекса доллара, я пока не вижу. Но наблюдаем. Наблюдаем. Третий день стоим на отметке 96 приблизительно. И размышляем, куда мы дальше двинимся. Или на 95, понятно, или на 97. Так вот, середина торгового диапазона, конечно, это такое сложное место. На мой взгляд, наверх. Еврик, соответственно, вчера ударился в сильную поддержку. 1,1340 сегодня пытается отрасти. Ну, смотрим. А давайте посмотрим. Индекс, в настоящем индексе Еврик пытается отрасти. Да. Ну, не знаю. Я пока не вижу возможности какого-то резкого движения. Еврик в очередной раз на месячном графике пробил вниз 50% по уровням Фибоначчи. И прямо как зеркально торгуется. С точки зрения теханализа, наверное, надо его покупать. Какое-то движение наверх вполне может быть, потому что снизу отбились. Ну, вот как-то я не верю в это. Фунтик. Фунтик, посмотрите, вчера как мощно закрылся. Ну, и сегодня лезет наверх. Ну, фунтик показывает тренд. Если в евро я не особо наверх верю, а в фунтик, наверное, придется поверить. Во всяком случае до отметки 1,2990 вполне может быть это движение. Ну, а это все-таки еще 34 пипса. То есть это достаточно хороший путь. Хорошие деньги можно заработать. Доллар-иена, друзья. Как мы помним, вчера мы обсуждали с вами переговоры Владимира Путина и Синзе Абе, руководителей России и Японии, по поводу мирного договора. Естественно, тема островов, их территориальной принадлежности курильских обсуждалась. И вот на этом уровне, где-то вот в этой точке, это был уровень 109.42, я говорил о том, что можно попытаться продать, потому что когда результаты будут объявлены безрезультатными, это звучит интересно, но именно так, кстати, и случилось, то можно будет немножко заработать. Ну, и вот действительно, вечером, когда объявили результаты, на пресс-конференции вышли оба руководителя, и вот на 30 пунктов доллар-иена. А, подождите, иена укрепилась на 30 пунктов. А, тогда я не поймал, почему она в это-то время укреплялась. Объявили раньше, объявили где-то вот здесь. Я сам смотрел пресс-конференцию. Что же она укреплялась? Где она укреплялась? Смотрите, и только с 22.00, нет, в 21.00 пришло осознание, получается, да? И тогда мы выросли 65 пиксов. А, это была посадочка 30 пиксов. Вот это вот совсем нехорошо, потому что некоторых по стопам могло здесь выбить, кто зашел. А почему так? Почему в 21.00? А, итоговая конференция. По-моему, они вышли к людям в 21.00. А-а-а. Коллеги, а кто помнит? Я посмотрел это достаточно поздно в записи, в комментариях. Вот это движение 30 пиксов вниз, мне непонятно. Наверное, были какие-то комментарии о каком-то решении, ждали какого-то решения, наверное, да? И только в 22.00 стало понятным, и все двинулось назад. Вот это 30 пиксов, надо будет посмотреть, почему они вообще случились, их не должно было быть. Ну, а вот в 22.00 двинулись наверх, 65 пиксов можно было заработать, тех, кого не выбило по стопу. Серьезное дело. То есть, все оказалось посложнее, чем я думал. Так вот, эту линию можно уже убирать. У нас есть новый торговый диапазон. И сейчас все зависит. Кстати, здесь из истории есть этот сильный уровень. 109.68. И сейчас есть, сейчас слово за японской оппозицией. Чуть попозже об этом поговорим. Теперь надо смотреть за японскими новостями, как, так сказать, какие неприятности будут у Синза Аби в связи с этим, с неподписанием договора, и тогда нам будет понятно, куда что двинется. А пока наблюдаем чисто за технической картинкой. Чуть позже эту тему обсудим. Доллар-франк растет, доллар-канадец снижается. Ждут нефть наверх. Ждут, это нефть, друзья, наверх, все-таки наверх ее ждут. Несмотря на то, что с долларом пока непонятно. Ждут, что нефть пойдет наверх, и канадец поэтому укрепится. Понятно. Поняли. Австралиец растет, новозеландец растет хорошо. Доллар, индекс доллара на открытии стоит. Почему новозеландец растет, интересно. Золото вошло назад в торговый диапазон. Три дня оно гуляло за его пределами. Сейчас вошло опять, стоит на сильной поддержке. Серебро растет. Вот смотрите, какая раскорреляция. Золото в легком минусе, а серебро растет. Американские фондовые индексы сегодня легкий плюс у фьючерсов на Dow Jones, на NASDAQ и на S&P. Как-то на одинаково подозрительно все три инструмента выросли. Глобальные новости, друзья. Ну, здесь давайте поговорим пару слов о доллар-йене на сегодня. Мне понравился заголовок в Коммерсанте на эту тему. Пишут, что был Синза Абе, статья сегодняшняя. Много надежд привез он. Все растворились. Переговоры президента России и премьера Японии об островах оказались безрезультатными. И вот здесь вот, кстати, журналист Андрей Колесников очень правильно пишет, что Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Японии Синза Абе, которому откровенно дал понять, да, я смотрел пресс-конференцию, там, по-моему, прозрачно все было, что тот зашел слишком далеко в своих ожиданиях по поводу двух островов Курильской гряды. А главное, увлек за этими ожиданиями всю Японию. О том, как проходило очередное японское прощание с новой великой надеждой специальный корреспондентка-коммерсанта Андрей Колесников. Ну и далее эта тема развивается. Так вот, мой вопрос. Самый большой стресс в жизни человека, один из самых больших, конечно, скажем так, это стресс рухнувшей надежды. Япония вчера потеряла новую надежду, которую ей целый месяц внушал Синза Абе. И здесь вопрос, они не отправят ли его оппозиция в отставку. Потому что это, конечно, супер момент. Ты пообещал, ты, так сказать, бегал по всем каналам на эту тему, говорил, что, типа, есть надежда, я сделаю все возможное. Ну, сделал, естественно, три часа шли, три договора с Владимиром Путиным. Не получилось так ответить за стресс рухнувшей надежды на всю нацию не пора ли? Я думаю, что оппозиция будет принимать меры по отставке Синза Абе. Это совершенно очевидно. Что у них получится, давайте посмотрим. Ну, браться, допустим, предсказать результат нет ни в коем случае. Абе опытный политик, поэтому надо смотреть, что будет. Но то, что сегодня есть вероятность дальнейшего снижения курса иены, то есть рост валютной пары доллар-иены есть. Поэтому наблюдение за этой валютной парой сегодня в течение дня, на мой взгляд, это одна из самых перспективных, скажем так, возможностей для входа в рынок. Далее, коллеги. Сирия пригласила ответить Израилю ударом по аэропорту Тель-Авива. Ранее израильская армия нанесла удар по иранским объектам вблизи столицы Сирии. Это случилось ночью, друзья. Ну, то есть там тоже сейчас начинается новая заваруха. И нефтюшка может на этом тоже пойти наверх. Это нефтедобывающий и нефтетранзитный регион. Далее, коллеги. Удивил очень сильный сторонник Брекзита. Зовут его Джеймс Дайсон. Он предприниматель, крупная компания у него. И очень активный сторонник Брекзита. То есть отделение Британии, выхода из Евросоюза. И он объявил о том, что я, говорит, переношу свою компанию из Британии в Сингапур. Пишет в комментариях журналисты, что это отражение падающего значения его домашнего рынка. Это Financial Times, комментаторы пишут. Оба-на. Ничего себе. Ну, это британская газета, они в теме. Ничего себе. Мужик финансировал, по сути, Брекзит. А, по сути, обрубил страну, все связи с Европой. Разругал, по сути. И переносишь так квартиру в Сингапур. Потому что падает значение домашнего рынка. Ну, правильно? Оно почему падает? Потому что ты в том числе его и завалил. Значение домашнего рынка. То есть, вообще непонятно так-то. Неужели, неужели допустят теперь Брекзит в этой ситуации, когда авторы Брекзита бегут из страны, понимая, что Британия и Кирдык. Но это внутреннее дело Британии. Они сами разберутся. Но для нас совершенно очевидно. Покупка фунта вообще не вижу. На чем он растет? Оттуда уже ушел один триллион долларов капитала. Триллион уже ушел после начала брекзитовских страданий. Фунт будет расти. Растет фунт. Третий день подряд, вернее, растет фунт на всех этих новостях. Не знаю, мне кажется, он грохнется в какой-то момент на 1.20. Или вообще туда на паритет. Ну, потому что все уже. Все крысы побежали. Уже все. Уже все, кто инициировал Брекзит, уже отошли от него. Там Параш, я имею в виду, Борис Джонсон, другие. Одна Мэя осталась. Все. Все остальные, даже финансист отошел. Бежит в Сингапур. Все. Она одна осталась в чистом поле. Мне кажется, дни пошли уже. Обратный отсчет пошел для идеи Брекзита. Далее, коллеги, швейцарский банк Falcon называется «Запускает криптокошелек с выводом средств на фиат». Пожалуйста, друзья, найдите в швейцарии банк Falcon, открывайте счета, гоняйте рубли, доллары, франки в обмен на ваши криптовалюты. Сегодня, кстати, у нас будет в 15.00 наш коллега Мариана Ди Валентина выступать. Мы у него все детали узнаем. Коллеги, идут одна за другой статьи о том, что инвестиционных советников накажут за плохие рекомендации. За некачественные советы инвест-консультантов могут оштрафовать или выгнать из саморегулируемой организации, тем самым лишив возможности заниматься профессиональной деятельностью. Слушайте, а я не понял, а зачем тогда вообще в нее вступать? Я не понимаю, какое-то безумие какое-то вообще. Вообще, я не понимаю, что происходит. Топ-мете прикладывает тут переписку. О, а, топ-мете, опять вы у меня. Ладно, топ-мете, сейчас я вас. Ладно, сейчас разберемся. Не могу открыть ваше сообщение. Все, коллеги, двигаемся дальше. Так вот, инвест-консультация, инвест-консультирование – это безумие же какое-то. Как это? Никто в мире управляющий активами не несет материальной и какой-то персональной ответственности за управление. А тут их еще и… Они заплатят, значит, за год сколько-то тысяч рублей за членство в СРО. Кто-то пожалуется, человека, значит, накажут, и еще из СРО выгонят, хотя он заплатил за весь год. Это что вообще за бизнес? Кто туда пойдет? Вы что, это безумие какое-то? В мире такого нет. Это высокорисковый вид деятельности. Это, знаете, все равно, что там… Ну, не знаю даже, с чем сравнить. Это форма безумия. Поэтому, друзья, нет, это мертворожженный проект, понятно, никаких инвест-консультантов у нас не будет. Но только какие-то крутые компании, которые, так сказать, свободно в судах защитятся от любого жалобщика. А небольшой компании не выстоит, не выстоит. Потому что, естественно, любой человек, который потеряет деньги, а это будет, без этого нельзя, это бизнес. Понимаете? Это высокорисковый бизнес. Где-то выиграл, где-то потерял. Какой-то клиент в плюсе, какой-то в минусе. И первый же жалобщик завалит вашу компанию, если вы ее сделаете, без консультирования. Ни в коем случае. Даже забудьте думать об этом. Даже не фантазируйте. Далее, коллеги. Ну что, давайте спросим у монеты, что она думает насчет нефти. Два дня она подряд была права. Ну вот сегодня интересно. Сегодня принципиальный день такой. Куда нефть видит монета. Бай видит монета. На сегодня. Я частично соглашусь, потому что заваруха в Сирии может подтолкнуть мистюшку наверх с фундаментальной точки зрения. Далее, коллеги. Что у нас далее? Фундаментальные факторы и индикаторы. Решение по процентной ставке Японии уже состоялось. Было минус 0,1. Осталось минус 0,1 процента. Отрицательная ставка в Японии, кто не помнит. Ну и все. Больше ничего интересного нет. Подводим итоги, коллеги. На мой взгляд, Иван Волкомский пишет, далее доллар падает. Подождите. На мой взгляд, сегодня центральная идея поиск точки входа на покупку доллар-иенов. Если оппозиция начнет действовать, иена может подзавалиться, доллар может вырасти. Если нет, так же пройдет тихо, как сейчас. Пока я никаких сообщений не вижу, не слышу. Но вы понимаете, мы не в информационном поле японских новостей. Поэтому мы можем и не узнать. Захотят наши переводить, не захотят. Это все зависит от представителя конкретного СМИ в Японии. Мы можем никогда и не узнать об этом. Но будем внимательно следить. А вдруг, так сказать, пойдет тема на эту тему, так сказать, на тему отставки Синзаба. Тогда доллар, конечно, сразу стреляет по иене. Вот сидеть в засаде, ждать новостей. Если кто-то видит какие-то новости по каким-то своим каналам, Блумбер, Трейтер, еще что-то, обязательно давайте нам, обязательно. Мы с огромным интересом будем ждать. На этом сегодня можно хорошо заработать, друзья. Далее. Этого доллар-иена по индексу доллара вообще непонятно. Поэтому и рынок в целом непонятен. Евро, и фунт, и золото. Индекс доллара третий день стоит в районе 96. Пробиться не может ни вверх и не отбивается. И вот этот третий день размышлений у нас с вами достаточно сложный. Поэтому смотрим внимательно за индексом доллара. Вообще, что происходит. Ну, а по нефти, по криптовалюте рынка нет, на мой взгляд. А по нефти наверх. По нефти наверх. На мой взгляд, вот это, если так вот сейчас заходить конкретно, Мне кажется, наиболее перспективный это вход в покупку нефти. Вот такая идея с утра. Такие торговые идеи с утра мне видятся. Напомню, что каждый из вас принимает решение самостоятельно. Внимательно слушаем наших других спикеров, обмениваемся точками зрения, Пишем в чате ваше мнение. Я с огромным интересом всегда читаю, озвучиваю. Но решение, как вы помните, принимаете только вы. Я, кстати, приглашаю всех, кто смотрит нас на сайте. Присылайте ваши фамилии, имя, отчество, город, номер телефона. Я с удовольствием пришлю вам персональную ссылочку входа. И вы будете работать в чате. У нас в чате очень интересно. Масса материалов. Ну, а кто осмелится, тот поднимет руку. Есть там такой значок «Поднять руку». И зайдет в прямой эфир и будет выступать вместе со всеми участниками. Спасибо большое, коллеги, за сегодняшний эфир. Всем удачи, хорошего настроения.